Вот так быстро в несколько рук проходит погрузка коробок с гуманитарным содержимым. Вместе с мужчинами участвуют в ней и представительницы женсовета. В конце марта Всероссийский союз женщин объявил акцию «Помоги воину». К ней присоединились и в Альметьевске. Среди активистов Галина Туманова, глава кичуйского поселения, говорит, что только от сельчан собрали и привезли три машины с грузом. Я, допустим, по своим селам очень активно приняли участие жители Кичуи, Нагорного. Потом коллегам своим мы написали в группу главам сельских поселений. Очень многие сельские поселения к этому отнеслись. И жители города несли, то есть все организации, администрации. То есть просто матери. Ну, короче, равнодушных здесь вообще не было. Эта отправка помощи из Альметьевского района уже не первая. Так собрали одежду для жителей Луганской и Донецкой областей на сумму свыше 1 миллиона рублей представители азербайджанской диаспоры. А этот пункт сбора гуманитарной помощи для Луганской и Донецкой был организован в здании исполкома. В марте коробки отправили жителям народных республик. Новая партия сначала отправится в Казань, а оттуда весь груз из Альметьевского района доставят до адресатов. В прошлое сборы формировали коробки индивидуально к каждому. В этот раз все упаковывают по типу содержимого. Есть отдельные коробки с гигиеническими средствами, со сладостями, одноразовой посудой, бельем. По словам организаторов сбора, желающих помочь было много. Четыре дня до позднего вечера все собранное подсчитывали и упаковывали представительницы женсовета. Я вообще хочу поблагодарить всех жителей города, района, кто вот так тепло и быстро оперативно откликнулись. Очень трогательно, честно. Было собрано больше 140 коробок гуманитарной помощи. Это свыше тонны. Часть груза отправят российским военнослужащим, другая будет доставлена гражданским из народных республик и других районов Украины. Катерина Машинцева, Нурзалятов, Новости Уго-Востока.